Вы можете открыть Библию, открыть Откровение, первую книгу, первую главу. И мы будем начинать читать стих за стихом, чтобы понимать. Я читаю из девятого стиха. Я, Иоанн, ваш брат, в единении с Иешуа, разделяющий с вами беды, царство и стойкость. Иоанн здесь обращается к общинам. В принципе, через это письмо он обращается к каждому человеку, который читает эти стихи. Есть здесь несколько вещей, которые он говорит. Он говорит, я разделяю с вами беды. Я разделяю с вами и беды, и терпение, и царство. Это все те вещи, которые были связаны с тем временем и также актуальны для нас. Потому что много было преследований, и жизнь была довольно сложная. Как и апостол Павел написал, что от скорби происходит терпение. А от терпения происходит надежда. И надежда наша эта, она относится к будущему, к будущему царству. В сущности, Иоанн говорит, смотрите, я точно такой же, как и вы. Каждый из нас иногда попадает в трудности. Он говорит, это нормально, и от этого происходит терпение, когда мы проходим трудности какие-то. И мы укрепляемся, и наша вера укрепляется. Подумайте, если вы живете, и все у вас прекрасно. У вас ни разу не было никакого испытания, никаких проблем. Я говорю о чем-то теоретическом. Очень легко жить, ты достигаешь всего, чего тебе хочется. И ты, в сущности, думаешь о себе, что ты верующий. И ты живешь жизнью верующего. Но все легко у тебя. Но в реальности получается, что ты не знаешь сам себя. Потому что ты не знаешь, как ты будешь реагировать, когда столкнешься с какими-то трудными вещами. Но когда приходит искушение, когда приходят трудности, беды. Тогда действительно видна твоя верность. Видна твою веру и твоё отношение к Богу. Если ты действительно научился терпеть и проходить эти трудности. То ты укрепляешься. Ты будешь более терпеливым. Но то, что дает нам силу пройти эти беды, это надежда. И эти слова, они очень важны. И Иоанн говорит, я участник этих бед, точно так же, как и вы. Участник царства. Потому что у каждого верующего есть своя часть царствия. И это то, что помогает нам проходить все эти трудности, это надежда. Надежда наша. Что мы однажды будем с Богом. И это именно то, что дает силы и самому Иоанну. Потому что здесь он объясняет, что с ним случилось. Он пишет, был на острове Патмос за Слово Божие и свидетельство Иешуа. Он был на этом острове. Это остров близко к современной Турции находится. И он был сослан туда за его свидетельство, за его дела по отношению к Иешуа Мессии. Он не боялся преследований. Он не боялся давления, которое оказывали на него, чтобы он не говорил. В тот момент, когда он говорил, он не боялся и не думал, что Абба мне будут говорить и что будут делать. Подумайте о нас. Подумайте и представьте себе ситуацию, когда вы вдруг попадаете в такую ситуацию, что вы должны засвидетельствовать о своей вере. Возможно, это ни разу не случится. Но представьте себе, вдруг, что вы находитесь на своей работе перед всеми работниками, которые вместе с вами работают. Перед всем заводом или перед всем тем предприятием, где ты работаешь. И вот люди говорят вам, бросают такую славу, что вот он верит в Иешуа, в Иешуа. Смеются с вами над вами. И вы должны дать свое свидетельство, ответить на это. И действительно, когда я представляю эту ситуацию, ты можешь подумать, насколько это может быть тяжело. Насколько это может быть тебе стыдно. И ты начинаешь стыдиться и стесняться, что они скажут, как отнесутся ко мне. Сколько раз бывает в каждом дне, что есть у нас возможность говорить, мы не говорим. Мы стесняемся, стыдимся. Есть какой-то страх, который нас останавливает. Но Иоанн говорит. И он ободряет людей. Не бойтесь. Я не боялся. Я, да, нахожусь здесь на острове. Потому что в Писании написано, если кто-то требует у тебя ответа, ты должен дать ему ответ в своей вере. Нужно рассказать и объяснить, и не стесняться. Каждый из нас может подумать о себе и взять для себя что-то. И подумать, что вы можете поменять что-то в себе. Может быть, действительно, вы нуждаетесь в молитве, чтобы Бог дал вам силу и убрал этот страх перед другими людьми. И он продолжает и говорит. В день, Господин, я был во власти Духа. Это означает, что в богатстве Духа. В богатстве Духа. Как это было, что-то специфическое переживание, когда Дух Святой говорил через него. И это выражение очень много раз используется в Библии. И это означает, что когда человек исполняется Духом Святым, тогда человек может видеть или чувствовать какие-то сверхъестественные вещи. И это очень специфическое состояние. Это точно так же, как Езекиил видел видение. Вот что-то похожее и у Иоанна. Это могло быть по-разному. Это могло быть на том же месте. Могло быть так, что Бог как будто берет его и переносит в другое место. И Иоанн говорит, все это было в День Господень. И много раз переводят это и говорят, что это было в Воскресенье. Может быть даже в русском переводе так и написано, что это было в Воскресенье. Здесь есть два толкования. День Господень, это может быть Судный день. Потому что много раз, когда в Писаниях употребляется эта фраза, День Господень подразумевается Судный день, когда Бог будет судить землю. Это, возможно, не имеется в виду один день, а подразумевается какой-то период, когда Бог будет судить землю. Это период суда. И это действительно каким-то образом связано с тем, что Иоанн видит, потому что он видит все последующие происшествия, все будущее. Возможно, он именно это и подразумевал, что Бог взял его и перенес этот день, День Господень, и он видел весь период Судов Божьих. Второе толкование, это, в принципе, День Господень подразумевается Шаббат. Потому что Шаббат — это совершенный день. И в других местах, когда подразумевается какой-то физический день, всегда имеется в виду Шаббат. Но со временем, первое, второе, третье, четвертое столетия потихоньку-потихоньку перенесли его на воскресенье. И подумали, давайте будем праздновать День Господень в воскресенье, потому что Иоанн воскрес в этот день. В принципе, это не совсем точное указание, но это уже другая тема. Потому что Шаббат, он остается на веки Днем Божьим. Окей, не мамших. Я продолжаю. Вы шамате ме Ахорай коль гадоль, ка коль шофар. И услышал за спиной громкий голос, звучавший как голос Шафара. Вы видите, что все это откровение, что Иоанн предлагает нам, Он видит там очень специфические вещи. И все эти вещи очень похожи на то, что уже было описано в Танахе. Все, что Он описывает, это своего рода иллюзии, или те видения, пророчества, которые уже говорили перед Ним другие пророки. Это не подразумевается, что Он взял от того, от того, от того, и все вместе сделал такой салат. Но Он действительно видел эти вещи. Но когда Он в своей голове пытался понять и объяснить самому себе все, что Он видел, мы видим здесь эти стихи, которые объясняют Ему из Танаха. Чтобы объяснить то, что Он видел и чувствовал, Он использовал те же самые стихи, которые мы можем читать в пророках. И вот первое, что Он слышит, Он говорит, что это был звук, похожий на звук шефара. И вот эта вещь, это точно то же, что происходило с народом израильским в книге Исход. Когда они поднялись на гору, они слышали голоса. И это был голос Божий. И голос этот можно было представить как голос шефара. Они слышали это как звук шефара, но написано, что это Бог говорил. И вот сейчас Иоанн видит вот это все видение, и он вспоминает то, что было тогда на горе. И он понимает, что происходит. Он видит связь между вещами. И вот, что написано после. Этот голос говорит, запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли с семи общинам. Здесь очень важно понять одну вещь, и это то, с чего мы начали парашат шавуа. Почему именно Ишуа, именно в это время, и именно Иоанн, он открывает все это откровение? И почему именно семи общинам, не восьми, не десяти, не пяти? В книге Откровения эта цифра, семь, повторяется пятьдесят четыре раза. Задумайтесь, если это так, то значит оно имеет какое-то значение определенное. Семь это цифра совершенства, полноты. И когда он говорит, пошли это семи общинам, он подразумевает все общины вместе, совершенства, все-все. Даже те, что было, есть сейчас, и те, что будут. Он говорит, в сущности, это послание, оно очень важно каждому из нас. Это не то, что ты читаешь какое-то послание к кому-то, а, это относилось к ним. И можно этим пренебречь. Он говорит, нет, это важно для тебя сегодня. Почему он делает это, посылает это послание? Вы знаете, скорее всего, Иоанн написал это Откровение в последние дни своей жизни. После разрушения храма. И в это же время был Великий Кесарь. Которого вот так вот звали. Тит Флавий Дамициан. Азкшеуэгия, вы не я Кесарь. Когда он прибыл на территорию Израиля. В то время, и вступил в власть, он стал императором. И он сказал очень специфическую вещь. Он сказал, что каждый, кто хочет ко мне обратиться, должен обращаться как к Господину и Богу. И он требовал это от всех людей. Вдобавок к этому. Они очень ненавидели евреев. Был разрушен храм. Убитый множество евреев. И то, что он сделал, вдобавок, он возложил на всех евреев очень большой налог. Именно так. Он не возложил этот налог на всех, кто жил на этой территории. А именно на евреев и тех, которые присоединялись к евреям. И все это приводило к очень серьезным преследованиям. Потому что все страдали. И евреи, и те, кто верили в Иешуа. И вот об этом наша проповедь. И люди, среди всей этой атмосферы, боялись часто говорить о своей вере. Иногда они стеснялись и боялись говорить, что они верующие. Они боялись признаться в том, что они евреи, или в том, что они верят в Иешуа. Потому что в тех же самых местах, о которых говорит Иоанн, этот император построил очень много других храмов и капич для поклонения идолам. И в сущности, люди, которые жили в тех местах вокруг, они должны были пойти на компромисс. Были те, которые пошли на компромисс, были те, которые нет. И было это очень трудно. И вот Иешуа приходит к Иоанну, чтобы, с одной стороны, дать откровение, чтобы укрепить и поддержать людей. С другой стороны, сказать, что, смотрите, вы неправильно поступаете. Вы идете на компромисс с Моим Словом и с Моими повелениями. Вы добавляете к Моему Слову многие вещи с этого мира. И все это мы увидим потом, когда мы будем говорить во второй главе. Но то, что происходило там, и то, что происходит и сейчас, сегодня, очень часто Сатана использует деньги. Или же он забирает деньги, чтобы люди пошли на компромисс. Как здесь император возложил очень высокий налог. И человек думает, вот, если я признаюсь, значит, я буду обложен этим налогом, у меня не будет денег, я умру. И будет очень трудно, как я буду вообще жить. И люди, многие, шли на компромисс, думали, лучше я не буду говорить, что я верующий. Это то же самое, то, что происходит и сегодня. Иногда мы сталкиваемся в этом мире с какими-то трудностями, которые падают на нас, и они как будто заставляют нас врать. И ты переступаешь свои принципы и свою веру. И может быть наоборот. Сатана может соблазнять тебя разными подарками и вещами этого мира. Чтобы ты пошел на компромисс и делал что-то другое, чего тебе хочется. Это могут быть все, что угодно. Работа, деньги, одежда. Любая вещь. Я дам вам пример. Вы знаете, что сегодня, чтобы получить Даркон, заграничный паспорт, есть уже биометрический заграничный паспорт. И многие верующие не делают этого. Потому что есть какое-то опасение за этим. Но то, что происходит со стороны государства, и это выглядит очень чисто. Они говорят, предлагают, вы хотите обновить обычный Даркон, загранпаспорт? Не проблема, платите тысячу, тысячу пятьсот. Но если делаете биометрический, то это бесплатно, пожалуйста. И человек думает, почему я должен сплатить такие деньги? С другой стороны, он говорит, я не хочу делать биометрический Даркон. Но предлагают ему бесплатно. Это могут быть и другие какие-то вещи в нашей жизни. И такие вещи будут случаться намного более сильном варианте в те времена, о которых говорит Иоанн. Потому что написано, что люди захотят делать вещи, которые против Слова Божьего. Они захотят это делать с радостью. И то, что я думаю, что это будет, возможно, та же причина. Потому что дадут им делать это бесплатно, а иначе они должны будут платить много. Это те инструменты, которые Сатана использует много раз. Или он берет, или дает. И то, что важно, это не идти на компромисс. Потому что то, что Иешуа говорит, если ты идешь на эти компромиссы, я все это вижу. И ты получишь очень серьезное наказание. Я передвину твой светильник. Ты не войдешь в Царство Небесное. Задумайтесь об этом. Мы продолжаем. И он перечисляет все эти общины, к которым он пишет. И вот в 12 стихе Иоанн говорит, я повернулся, чтобы увидеть, чей это голос, говорящий со мною. И на иврите написано, обернулся, чтобы увидеть голос. Здесь четкое вот это выражение из Библии. Здесь не написано, что я повернулся, чтобы увидеть, кто там сзади. Кто это говорит там? Он говорит, я обернулся, чтобы увидеть голос. Откуда это выражение? Кто-то помнит, где употребляется в Библии? Матан Тора. И что ты говоришь? В Библии. В Библии. Матан Тора. Дарование Торы. В Библии также написано, что человек видел идущий голос. Также в пророках используется такое выражение. Люди видели голос. Беар Синай, беар Синай бемет катуф, ше рау это колот. На горе Синай так же написано, что видели голоса. А зине зе бемет битуием, ше Йоханан миштамеш баеем. Вот вы видите, это те же самые выражения, которые в Танахе используют. Иоанн использует, чтобы объяснить то, что он видел. Ва зоомер, ше паните раите, шева минорот заав. И вон он говорит, когда повернулся, я увидел семь золотых светильников. А зине минорот. Светильники. Кулам юди, ма зе минора. Все знаете, что такое минора. Так же в Скинии и в храме использовали их. Когда Иоанн видит это, он понимает смысл миноры. И написано так же, что семь свечников, это семь общин. Но смысл светильника был в том, чтобы освещать, показывать путь к Богу. Чтобы этот свет никогда не прекращался. И Коэн идлик это, мия эре вадо бокер, мия эре вадо бокер, задаляк тамид в битамикдаш. Эти свечи, эти свечи, всегда горели в храме. Коэн зажигал их вечером, с вечера до утра. А зумарелану тавкит челекеля, тавкит челеку. Он показывает нам смысл, цель, всякой общины и всякого верующего. Он говорит, что каждый из нас, и каждая община, и каждый верующий должны светить. Мы должны светить людям, и показывать им путь к Богу. Потому что написано, что в последнее время охладеет любовь. И люди будут безразличны друг к другу. Нам он говорит, ты должен светить. Ты должен показывать людям новый путь к Богу. Семь светильников. Семь светильников. Когда он говорил о себе, он всегда сам себя называл сын человеческий. И само это выражение это из книги пророка Даниэля. Потому что эти стихи очень важны каждому из людей. Очень часто мы задумываемся, кто вообще был Иешуа. Сегодня мы пели песню, которая со стороны слушается очень странно. Будем поклоняться ягнен Агнцу. Если еврей слышит это выражение, для него это как поклонение идолам. Что значит поклоняться Агнцу как тому тельцу на горе Сион? Или же им можно ли поклоняться Иешуа? Это те же вопросы, которые многие верующие спрашивают до сего дня. И много раз это мешает им и в православлении, и в молитвах. Но посмотрите то, что написано в книге пророка Даниэля в седьмой главе. 13-14 стих книга пророка Даниэля где описано о Сыне Человеческом. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не придет и Царство Его не разрушится. Это очень сильные стихи, друзья. Сидит Бог на Своем троне и вот приводит к Нему Сына Человеческого. И этот Сын Человеческий получает все Царство. Он получает всю власть, которая только существует. Он говорит, все народы, все люди, все язычники будут поклоняться Тебе. Будут служить Ему. И там употребляется очень специфическое слово, используемое в греческом. Поклонение только Богу. То есть получается у Него будет царство и сила, власть, управление точно такая же как у Бога. И это означает, что у нас есть и право и возможность поклоняться Ему, Ишуа. И это никаким образом не противоречит Слову Божию. И эти стихи, как я уже сказал, очень важны нам и тем же общинам. И вот мы продолжаем. Здесь написано человеку в длинном одеянии апоясного по груди золотым поясом. Мы видим как он одет. Бен Даниэль. Прежде всего эти стихи об одеянии сына человеческой Иоанн также видел в книге пророка Даниэла. Потому что у Даниэля также было видение о каком-то посланце, который послали, чтобы что-то рассказать. Это в 10-ой главе написано. И он был точно точно так же одет. Говорится о посланнике. С другой стороны, вся эта одежда, которая здесь описывается, это в точности одежда священника. Но не только священника, а также царя. Другими словами, все уважаемые достойные люди одевались вот таким образом. И вот очень важный пункт здесь, что Ишуа приходит и показывает себя в этих трех вещах. Он одет как посланник, как священник и как царь. И эти роли они сменяют одна другую. Когда он пришел сюда на землю, он был как пророк, как посланник. И точно так же многие люди его принимали. Моше говорил в свое время о нем, что Бог восстановит вам пророка, пошлет вам пророка, который придет и будет говорить о хорошей новости, благой вести вам. Покайтесь. Изменитесь. Вернитесь к Богу. Вот посланник. Но после этого он стоит здесь как священник, как первосвященник. Как тот, который принес жертву. Тот, который через эту жертву открывает путь к Богу. Который приближает нас, народ, к Богу. И его священство вечное, неприходящее. И это очень важно, потому что часто мы думаем, священник, священство, это уже все в прошлом. Жертвы, сейчас уже нет жертв, это не актуально. Но Ишуа он первосвященник до сего дня. Он делает свою роль. Он служит как первосвященник в небесном храме. И написано о нем, что он великий первосвященник по чину Мелхи Цедека. Это другая тема, но подразумевается, что это от начала и до конца. Его священство не проходит. мы находимся в его руке. И он приводит нас к Богу. Но в то же время он царь. когда здесь он был на земле, он не был царем. Когда хотели восстановить его на царство, он ушел, убежал. Потому что это не было правильное время, не было его время. Но вот здесь он сидит в роли царя. Он будет делать суд и судить как царь. И вот эти три вещи, три разные роли находятся в нем. Посланник, священник, царь. Здесь есть еще очень много других вещей. Но я сокращу это. То, что мы читаем после этого, это в сущности как именно он выглядел. Лицо его, его ноги. Давайте быстро прочитаем это. Я прочитаю это на русском. Голова его и волосы его были белы, как белая шерсть, как снег. Глаза его, как пылающий огонь, а ноги, словно сверкающий металл, раскаленный в горне. И голос его, словно грохот водопада. В правой руке у него семь звезд, и из уст его исходит обоюда острый меч. Весь облик его, словно полящее солнце в зените. Это подробно, как он выглядел. И весь этот стих мы потом встречаем чуть позже, когда он пишет капчинам. Другими словами, к каждой апчине, когда он пишет, он берет какую-то определенную часть того, как он выглядел и прилагает объяснение. Но все это очень напоминает Иоанну вещи из Танаха. Это то, что описывало Бога. Или какого-то посланца неизвестного, которого Бог посылал людям. И это говорит о мастбия о думе о Ишуа от кама у доме ле Иллю Иллю в сущности указывает на то, насколько Ишуа похож на Бога. Что есть у него те же вещи, очень похожие как в описании Бога. волосы белые. Это указывает на вечность его, что он живет вечно, с начала и до конца. Это указывает и на мудрость его. Написано о его глазах, что глаза как пылающий огонь. Другими словами, он видит все. что есть внутри у каждого из нас. И что он может с этим сделать, он может также и наказать за эти вещи. Потому что возможно в его глазах ты вдруг увидишь гнев осуждения. Это означает, что значит что-то неправильно с тобой. Он гневается на твои дела. В его глазах ты можешь увидеть любовь. В его глазах ты можешь увидеть понимание. Когда ты нуждаешься в помощи. Через его глаза ты можешь видеть это. Глаза как пылающий огонь. Многие его как сверкающий металл. А сверкающий металл, металл, который разогрет очень сильно в гарниле. Другими словами, это что-то, что прошло очень-очень большие трудности в жизни. Разные испытания. Но вышло из этого гарнила что-то хорошее и чистое. Это то, что Ишуа сделал. Это то, что он прошел в его жизни. Но это также говорится о том, как он относится и смотрит на нас. Другими словами, он ожидает от нас, что мы также после испытаний будем выходить чище. Потому что написано во многих местах в Танах и в Новом Завете, что он очищает нас огнем. Он также проверяет нас огнем, чтобы увидеть, что из этого выйдет. Кто достоин, тот остается. Кто нет, тот сгорает. Проверяйте каждый сам себя. Написано его голосе. Он очень похож на шум многих вод. Это те же стихи, те же самые выражения, которыми описывается голос Божий. В его правой руке он держит семь звезд. Роль Бога держать все звезды. В Ио много пишется об этом. Написано, что он установил звезды на своих местах и каждый зовет по имени. Он знает, как управлять ими. Это как общины, как люди. также показывает о том, что у Ишуа есть та же сила. Он держит каждого из нас в своей руке. Он приводит нас перед Богом. Он защищает нас и изменяет нас. Написано, что его уст выходит обоюдоострый меч. Другими словами, это что-то, что попадает прямо в сердце. Это его слово. Потому что если вы во время молитвы молились и вдруг почувствовали, как Бог говорит с вами. его слово никогда не оставит вас точно такими же, какими вы были до этого. Ты не можешь сам себе врать. Может, самому себе можешь врать, но не Богу. он говорит тебе, он достигает цели. Он говорит прямо к твоему сердцу. и всю ложь, которую ты успокаиваешь, он показывает тебе прямо. И ты вдруг начинаешь понимать и видеть свой грех. Он делает это очень нежно. Он не оскорбляет, но глубоко проникает сердце. Его слово приводит тебя к покаянию. Абаюда острый меч. Его лицо как солнце в зените. Есть один стих в книге судей. Написано там так. пятая глава тридцать первый стих. Тогда погибнут все враги твои господи. Любящие же его да будут как солнце восходящее во всей силе своей. И покоила земля сорок лет. Другими словами он говорит, что враги погибнут. Но тот кто любит Бога, кто близок и приближается к нему, он будет как солнце в своей силе, в своем зените. И вот И написано что его лицо как солнце в зените, в самом максимальном силе. Другими словами, это кто-то кто максимально близок к Богу и любит его. Тем же способом он хочет приблизить нас. Он хочет не только чтобы мы что-то делали и ходили в общину, но чтобы мы действительно сами любили его. Не шли на компромисс с этим миром. открывали личные отношения с Богом. Потому что это очень важно. И об этом он начинает и говорит во второй главе. А тут со второй главы начинается это все отношение с Богом. Я закончил сегодня. просто действительно подумайте об этом. Есть у нас великий первосвященник который держит нас в своей руке. И он хочет чтобы мы не шли на компромисс с этим миром. Не шли на компромисс со всеми теми причинами которые вроде бы есть вокруг нас. Но чтобы мы могли открывать личные взаимоотношения с Богом. потому что он наш священник и царь у которого вся власть. Давайте встанем и помолимся.